Итак, пациент 55 лет, не работает, на момент обращения к ОК-статусу пациента был ноль, лабораторно отмечена анемия первой степени, по клиренсу креатинина у этого пациента было все в норме. И осенью 2020 года, когда вся страна и весь мир переживал периодически волны ковида, пациент во время изоляции на даче впервые отметил эпизод макрогематурии. Цистоскопию ему удалось выполнить в ноябре 2020 года, где впервые была выявлена опухоль мочевого пузыря. Из протокола цистоскопии была выявлена нежно-ворсинчатая опухоль, субтотально выполняющая правую боковую стенку мочевого пузыря, и была выполнена биопсия. Тут, конечно, приведено описание МРТ, но у нас здесь есть специалист по лучевой диагностике. Может быть, вы снимки прокомментируете? А возможно, по такой, поймёте, по одной картинке комментировать снимки? Тем не менее, странно, что написано по правой стенке, потому что стенка левая, у нас всё наоборот. Но я думаю, на какой-то этапе опечатка, ну и в заключении, по левой стенке мочевого пузыря мы видим утолщение, прослеживается узкое основание, то есть это можно трактовать, опять же, по тем данным, которые есть, что это типа ножки, поэтому и риск инвазии мышечного слоя крайне маловероятен, вот, поэтому, как бы, и написано в заключении, что здесь нет признаков инвазии мышечного слоя. Да, мочеточников тут километр, поэтому, как бы, инвазии мочеточника точно нету. Крещатка не изменена, ни по узлов, но, судя по заключению, тоже нет. Спасибо. И этому пациенту также было ли выполнено обследование в объёме КТ грудной клетки брюшной полости? Данных за вторичное поражение у этого пациента выявлено не было. И дополнительно в ходе обследования по месту жительства также было выполнено цитологическое исследование мочи. По данным цитологического заключения выявлены опухолевые клетки уриталиального рака. И в рамках первого этапа лечебно-диагностического этому пациенту был выполнен тур мочевого пузыря, где подтверждена популярная уриталиальная карцинома, высокой степени злокачественных high grades, с инвазией в подследистую основу мышечный слой стенки мочевого пузыря, выраженными признаками сосудистой и переневральной инвазии. И, во-первых, первый вопрос был завершить это НМ-стодирование заболевания и выберите наиболее оптимальный вариант лечения. Процесс у этого пациента мы стадировали как рак мочевого пузыря CT2N0M0G3. И с учетом того, что у этого пациента других отдаленных изменений выявлено не было, пациент был достаточно сохранный и настроен на орган, сберегающий ведение, лечение его заболевания, этот пациент больше склонялся к проведению тримодального подхода. Был консультирован радиотерапевтом сразу же после новогодних праздников, и учитывая данные гистологии, рентгенологическое обследование, было рекомендовано возможное проведение химио-лучевой терапии в рамках тримодальной терапии. Однако в конце января 2021 года пациент заболел COVID-19, средне-тяжелое течение с госпитализацией в стационар, и на повторный осмотр смог явиться только 9 марта 2021 года. Перед определением пациента для начала химио-лучевой терапии ему была выполнена контрольная цистоскопия, выявлено образование, покрытое фибрином в области тур по левой стенке верхней трети мочевого пузыря, булезный отек по правой боковой стенке мочевого пузыря и в области шейки мочевого пузыря. Кроме того, выполнено было цитологическое исследование перед лучевой терапией, где обнаружены единичные атипичные клетки и подозрительные на опухолевые. Как бы вы поступили на данном этапе после того, как пациент пришел в марте 2021 года? Поменялась ли бы ваша тактика в сторону цистектомии, с учетом того, что за, по сути, за 3 месяца произошел прорецидив образа опухоли? Выполнили ли пациенту неодевантную терапию или продолжили применять римодальный подход, несмотря на цистоскопию и цитологическое исследование? Конечно. Ну, мы можем, если здесь необходимо, если мы идем по пути 3-модального подхода, то я правильно понимаю, что нам нужно повторно выполнить тур этому пациенту и после этого все-таки направить его на химио-лучевую терапию, да? Да. Ну, тогда почему бы и нет? Как вариант, да. Выполнить максимальный повторный ретур и затем решать вопрос с направлением химио-лучевую терапию. Еще другие идеи есть? Ну, если честно, мне вот не нравится, достаточно много времени прошло после первичного тура. При контрольной цистоскопии имеется булезный отек по правой стенке, то есть такое чувство, что как продолженный рост опухоли, не сформировалось такой рубец, да, какой мы привыкли белый видеть. Ну, там и по цистоскопии образование, покрытое федрином. Поэтому я бы склонялся к цистектомии здесь. К цистектомии без неодеванта. Но он же получил неодевант уже? А, не получил с неодевантом. Неодевантная химиотерапия и цистектомия, я бы к этому склонялся. Ну, собственно, мы так и сделали. Мы провели пациенту 4 цикла неодеванта и химиотерапии по схеме гемцитабин и цистоплотин с расщеплением на первые 8 дни. При контрольном обследовании данных про рецидив у этого пациента не выявлено. Абдоминальные, тазовые, паховые, лимфатические узлы у этого пациента увеличены не были. И пациенту было выполнено лапароскопическая радикальная цистектомия с формированием ордотопического резервуара. По данным гистологического исследования, мочевой пузырь исследован тотально. Очаговый фиброз подслизистой основы и мышечного слоя стенки. Два фокуса у ротолиальной карциномы по типу карцинома ин-ситу. Края резекции мочеточников и циркулярный край резекции интагны. Также выполнено в ходе операции лимфоденоктомия и 18 лимфатических узлов без метастаза. Что бы вы рекомендовали в настоящий момент? Подходит ли этот пациент для адъювантной, например, иммунотерапии? Мария Владимировна, а в IP какая стадия? У него была Т0, правильно я понимаю? По сути, да. Т ин-ситу. Т ин-ситу будет. Потому что два фокуса. Кто-нибудь встал бы проводить адъювантную иммунотерапию неволумаба? Марк Игоревич, вы проводите? Ну, мы не проводим на данный момент. Но я думаю, что даже если бы у нас была возможность, то фактически у него в IP Т0, ну, это ин-ситу, но это как Т0, я бы посчитал. И поэтому нет, не назначил бы иммунотерапию неволумаба. Ну, мы тоже оставили пациента под наблюдение без лекарственного лечения. И в апреле 2023 года пациент стал отмечать сукровичное выделение из уретры, а также боль в области полового члена по ВАШ-2 балла. Обратился за повторной консультацией. При контрольном обследовании на фоне послеоперационных изменений в ложе удаленной предстательной железы ограниченное скопление жидкости без накопления контраста, скорее всего, это лимфатическая киста, а также визуализировано узловое образование, подрастающее к передней стенке нижнеампулярного отдела прямой кишки, аналогичное образование в средней трети пещеристого тела, а также лимфатический узел, который накапливает контрасты в левой запирательной ямке и мезоректальные лимфатические узлы. Предложите дальнейшую тактику ведения пациента, оптимальную на Ваш взгляд. По сути, с проведения платино, содержащей схемы лечения, у пациента прошло 2 года. Вы не верифицировали, да, эти изменения? Нет, изменения не верифицировались. А биопсюг и вернозных тел можно же сделать? Кто-то бы стал делать ее? То есть другие очаги вас не смутили? Нет, вот кавернозное тело меня смущает. Не, ну будете смеяться, в моей жизни было на меня несколько жалоб, и одна из жалоб пациента, я пропустил рак кавернозных тел, ну потому что это крайне редкая опухоль. И вот сейчас, когда вижу образование кавернозных тел, мне хочется сразу сделать биопсию. Ну, на самом деле у этого пациента мы выполнили биопсию, транспирениальную биопсию для подтверждения прогрессии данного заболевания. Прогрессия была подтверждена, и пациент был переведен на платина содержащую. То есть, по сути, произошла реиндукция платина, на которой он находится сегодня. А кто-то начал бы облучать? Мы сейчас распространим процесс. Ну, три очага, вот три облучи. Малый таз и кавернозные тела. Нет, там мезоректальная клетчатка, лимфатические узлы, запирательная ямка, периональная область, поэтому... Нет, этого больного не нужно облучать ни в коем случае. Но, по крайней мере, надо намотать. Скорее всего, в рамках, наверное, ведения этого пациента можно было бы дополнить молекулярно-генетическое типирование, потому что процесс произошел сейчас, плюс у него есть еще свежезабранный материал. Но это как из перспективы. Мария Владимировна, можно вам такой философский вопрос? Как вы считаете, для этого пациента была избрана тактика неодиванта с радикальной цистектомией, которая ему, по сути, подарила, ну сколько, полтора года, два года жизни. Вы считаете, это хорошим результатом для этого больного? Или, вот вернувшись назад, вы бы ему предложили тримодальное лечение? У этого пациента сформирован ортотопический резервуар, и причем он, этот пациент, удерживает мочу. То есть до момента прогрессирования практически качество жизни его было восстановлено, то есть он был в состоянии КОК-0, он и до момента операции он не работал, но он вел достаточно активную социальную жизнь. Поэтому моя позиция при выполнении, в том числе, хирургических вмешательств, если операция может быть выполнена, то она должна быть выполнена на этом этапе. На этот вопрос никто никогда не даст ответа. Этот вопрос между радиологами и хирургами. который одни облучают, а вторые оперируют. Мария Вадимовна, она оперирует, поэтому вот она... Нет, мы изначально, как видите, по случаю хотели провести химиоучивую терапию, потому что процесс был локализован. Я не об этом, я просто лишь о том, что у нас нет никаких предсказательных маркеров, окажется ли тримодальная терапия эффективной, или будет ли инцидив после радикальной цистоктомии. Мы знаем, что радикальная цистоктомия контролирует ситуацию в 60% случаев, если не ошибаюсь. Поэтому 40% спрогрессирует. Но если бы мы знали, кто спрогрессирует, а кто нет, нам было бы гораздо проще и комфортнее. Но, к сожалению, может быть, когда-нибудь будем знать. Но пока нет. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ